Российская Госдума приняла проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 25-26 годов. Бюджет предусматривает рекордные в современной истории России военные расходы. Только в 2024 на статью «Национальная оборона», а в нее входят траты на армию, военную промышленность и выплаты участникам боевых действий, выделят почти 11 триллионов рублей. Это примерно 120 миллиардов долларов по нынешнему курсу. В 2024 году, будем говорить, исходя из реалии, нам вряд ли это реальная сумма. Почему? Потому что доходов, которые они нарисовали, их просто-напросто нет. Их не будет. Как можно исполнить чисто теоретически этот бюджет? Очень просто. Отпустить доллар, и он взлетит до 150 до 170 рублей за доллар. Соответственно, доходы рубля увеличатся, но увеличатся и цены. Ну, и второе, это, конечно же, инфляция. Цены в России растут и на продукты питания, и на непродовольственные товары. Причем не только те, которые покупают за границей. Пытаясь притормозить инфляцию и стабилизировать рубль, российские власти усилили валютный контроль. Центробанк неоднократно повышал учетную ставку, а государство обязало крупнейших экспортеров сдавать валюту. Путин держит инфляцию путем манипуляции с цифрами. Нельзя скрыть того факта, даже от простых граждан Раши, что там инфляция никаких ни 6, ни 7, а уже где-то в районе 20%, а будет 22-23, по моим прогнозам. То есть здесь это сдерживание путем обмана и международной общественности, и своих граждан. В 2024-м в России траты на войну впервые превысят социальные. Несмотря на это, в российском Минфине поспешили заверить, что расходы на соцполитику якобы в приоритете. Они увеличатся на 2 триллиона рублей. Но повышение размера минимальных пенсий и зарплат, во-первых, связано с инфляцией, которая только за 2023-й съела пятую часть всех начислений, поясняют эксперты. А во-вторых, это вынужденная мера. Путину приходится покупать лояльность электората перед выборами. В 2024-й год, год выборов, и всегда они закладывали перед выборами для получения нужного результата различные социальные выплаты. Поэтому на 2024-й год, скорее всего, эти выплаты будут произведены именно перед выборами для того, чтобы создать такую видимость. Потом это все съезд инфляции, и на протяжении, уже после марта 2024-го года, фактически они придут к тому же самому состоянию, что и были. Поэтому это игры, политические игры, электоральные игры, но улучшение качества жизни населения не произойдет. Чтобы закрыть дыру в бюджете, которая непременно появится из-за нереалистичных оценок государственных доходов, российские власти, вероятно, утроят акцизы, ведут новые экспортные пошлины и увеличат стоимость коммунальных услуг. Увеличение налогов тоже может входить в планы Кремля.